Игорь Хмур Как ответ одесскому городскому голове, который сегодня во время аппаратного совещания городского совета позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес данного движения «Зелёный лиц», который занимается озеленением города и в принципе спасением зелёных зон. Ну давайте, чтобы не быть голословными, послушаем полностью этот кусочек. Установлено, что качество отобранных проб дренажной воды по санитарно-микробиологическим и паразитологическим показателям не соответствует действующим нормативным требованиям. По химическим исследованиям выявлено превышение гранично допустимой концентрации по следующим показателям. Сульфаты, натрий, сухого остатка, взвешенного вещества и так далее. Там всё, чтобы вы понимали, в 3, в 3,5, в 2, в 2, в 2, в 3,5 раза превышение. Хрома в 4,5 раза. У меня возникает вопрос, скажите, вот мы десятилетиями сливаем это в море, а в море можно это сливать вообще? Вот кто-то задал себе этот вопрос, кто занимается экологией, экологией, у нас есть там зелёный лист, зелёный глист, ещё там что-то такое. Вот эти вопросы задают, задавали себе кто-то из природозащитников. Собственно говоря, почему мы сперва показали этот спич, только потом назовём тему, вы прямо сейчас и поймёте. Тема наша звучит так. Зелёный глист, хамство или норма? Владислав, вот вашу организацию упомянули в таком, мне кажется, нелицеприятном свете. Причём говорилось о том, что о сливе нечистот в море, хотя ваша организация как конкретно занимается деревьями и озеленением. В чём вот логика по-вашему? И вы вообще как-то ответите от лица вашей организации на выпад мэра? Ну, вообще, конечно, было бы очень интересно, я думаю, телезрителям узнать, что именно мы как раз и инициировали этот вопрос непосредственно по ливневым стокам и по загрязнению Крыжановской балки. То есть то, о чём говорил мэр? Конечно. У вас это документально где-то закреплено, что потом не открытся? Ну, конечно, есть статьи, которые мы описывали, мы постоянно об этом говорили. Более того, мы говорили о проблемах Аркадийской балки, мы говорили о том, что необходимо делать. Просто то, что я увидел, ну, кроме хамства, это понятно, тут, в общем-то, ничего другого от нашего Геннадия Леонидовича я уже давно не ожидаю. Я увидел, что не существует, вероятно, вертикальной связи, то есть он оторван от действительности и, вероятно, не общается со своими даже профильными замами. Исказите реальность, то есть, ну, ваши статьи наверняка последователи Геннадия Леонидовича не читают, ибо не верят вам. Возможно, сейчас он скажет это, примут за чистую монету. Каким-то образом будете публиковать, там, опровержение требовать от ответственности, извинения, или это бессмысленно? Во-первых, это бессмысленно. Я, дело в том, что в этой связи я знаю, кто занимается, госпожа Касько, и мы с ней коммуницировали, и я, в общем-то, и видел эти проекты, о которых, в контексте которых это всё говорилось. И кроме того, что, ну, я хочу сказать, что так вообще, это вообще недостойное поведение, мужчины недостойное поведение, потому что, когда речь идёт о организации, о любой, независимо от того, кто в неё входит и так далее, речь идёт о группе людей, да, которые занимаются каким-то направлением отдельным. И вот так вот просто и коверкать слова это... Расскажите немного о своей организации, чтобы у телезрителей не складывалось пагубное такое, наверное, мнение о том, что вы появились буквально-таки год или полгода, и специально, чтобы гадить на голову нашему горсовету, расскажите, когда созданы, какое количество примерно членов вашей организации, какие результаты вам удалось достигнуть, что остановили, что сделали? Ну, изначально это общественное движение возникло, туда входили различные организации, мы просто попытались организовать людей вокруг городских проблем. Если говорить о том, чем мы занимаемся, это защита общественных территорий, зелёных зон, пляжных зон, конечно, зелёных насаждений, это как раз соблюдение природоохранного законодательства, мы отслеживаем. То есть, если где-то что-то незаконно рубится или если подрезается не так, как надо, у нас есть горячая линия, и люди нам звонят, и мы реагируем. Поэтому коммуникация даже с такими предприятиями, как КП «Грузилин-Триест» или там, она есть. Что касается самые яркие такие, скажем так, события, это высадка деревьев на французском бульваре, когда мы для того, чтобы сохранить данный исторический ареал, потому что французский бульвар является центром исторического ареала, мы вышли, и это было два года назад, и восстановили в тех местах, в тех лунках, где они должны быть, восстановили зеленые насаждения. Речь идет о саженце, о котором мы можем видеть. Да, конечно. Насколько мне известно, эти саженцы регулярно кто-то ломает. Кто это делает, как считается? Ой, вы знаете, я видел, разные случаи есть. Я считаю, что есть там и рука мэрии, ну, коммунальщиков, которые под заказ это могут делать, потому что довольно крупные деревья, там порядка 27 деревьев, как можно было наблюдать на камере, ломались за раз. Сколько садили по французу? Порядка 180 деревьев, но мы постоянно обновляли, поэтому сейчас уже речь идет о том, что больше. Одно хотя бы успело, так как рекнуть, чтобы уже не сломали, либо пока они все на зачатке саженцев? Нет, есть деревья достаточно крупные, и даже те, которые ломаются, они восстанавливаются, поскольку были посажены одесситами, с большим желанием, чтобы эти деревья росли и развивались. То есть, когда деревья садятся с любовью, они потом восстанавливаются. А вас вообще даже, по-моему, пытались штрафовать за высадку деревьев. Да, да. Скажите вообще об этом конфликте. Почему вы вдруг решили сажать деревья именно на Французском бульваре? И за что вас собирали штрафовать и оштрафовали ли? Ну, вообще вопрос достаточно принципиальный, потому что все, что происходит в городе, оно регламентируется законом о благоустройстве, и здесь этим как раз ведает, ну, должен ведать департамент экологии. И природоохранным законодательством. То есть, все парки, скверы, все зеленые насаждения, которые вдоль улицы, они защищены как бы с двух сторон. Так вот, у нас в Одессе происходит, в общем-то, экоцит. Природоохранное законодательство, мэрия вообще не знает, что это такое. Деревья уничтожаются сплошь и рядом. И я вот сейчас вспоминаю заявление Труханова о том, что тополя — это деревья, которые опасны, их надо уничтожать и так далее. Я пытался тогда вступать в дискуссию, что тополя — разные деревья, это десятки и десятки видов различных. Есть тополя, которые не пушат, есть тополя пирамидальные, которые нечем заменить и так далее. Так вот, тогда заявления этого человека привели к уничтожению, в общем-то, целого биоциноза в Одессе. Я не силен ни в биологии, ни в зоологии, но насколько мне известно, что появлялся пух, должно происходить оплодотворение деревом другого рода. То есть, возможно, посадить одних, как говорят, девочек или одних мальчиков в деревья, тогда у нас не будет пуха. Правильно я рассылаю? Ну, не совсем. Дело в том, что те деревья, о которых идет речь, это уже достаточно большие деревья. И другое дело, что метод, который выбран коммунальным предприятием, он тоже не оправдан. Потому что если бывает даже так, что после шока, после такой вот грубой обрезки, глубокой обрезки, те деревья, которые не пушили, они наоборот начинают пушить. Но, как правило, если люди вот смотрят вокруг, они видят, что есть белые тополя. Белый тополь, он не пушит вообще. Есть пирамидальные тополя, которые, даже черный тополь, он тоже не пушит. То есть те деревья, которые являются источником вот такого массового пуха, то, конечно же, их надо со временем заменять, заменять на другие деревья. Но, к сожалению, речь идет об очень большом количестве деревьев. И это одна из проблем. На самом деле, мы все понимаем, что зеленые зоны, общественные территории, деревья пилятся для того, чтобы на месте этих деревьев расположить коммерческие объекты. Как мы видим сейчас, везде, сплошь и рядом. Я сейчас попрошу режиссера вывести на экран то, что я вижу на своем ноутбуке. Это статья интернет-издания Украинской службы информации. Буквально-таки от 1 июля, 18.36, публикация была. Сперва в группе, чтобы вы понимали, чем занимается движение «Зеленый лист». Сперва в группе в социальной сети «Зеленого листа» опубликовали информацию о том, что спилено три дерева, и буквально через несколько дней на этом месте появилась уже уложенная плиточкой парковка под гостиницу. То есть, можете выключать. То есть, получается, специально пилят зеленые деревья, вы возмущаетесь, вам говорят, что вы там зеленые глистые. Получается, в данном случае, а потом там у нас получается асфальт. Да, да, речь идет о такой вот коррупционной связи, потому что... Ну, казалось бы, одно-два дерева, но насколько велики масштабы? То есть, одесситы, в принципе, мы народ такой очень молчаливый, долго будем терпеть, за одно дерево люди на улице не выйдут. Сколько за последние вот два года, допустим, было уничтожено деревьев таким путем, и появилось место для мафов и стоянок? Ну, вы знаете, речь идет об уничтожении тысяч и тысяч и тысяч деревьев. Тысяч? Тысяч деревьев. За два года? Да. Я думаю, даже десятков тысяч, потому что если учесть еще те ураганы, которые были в прошлом году осенью, то тут, понимаете, речь идет о том, что город должен заниматься восстановительным озеленением, вот. А город занимается тем, что различные службы, вот в частности, ну, есть некая конкуренция, да, когда должны интересы города в сфере озеленения представлять департамент экологии. Департамент же экологии по сути своей занимается совсем другим. Я общался с руководителем Касько, и я говорил о том, что восстановительное озеленение должно учитывать исторически сложившееся озеленение улиц. Она мне на это возразила, а где же мы будем ставить автомобили? Ну, я сказал, что... То есть, подождите, глава экологического департамента думает о автомобиле? Да. У нас же есть транспортный департамент. Конечно. То есть, а они все думают об автомобиле, а кто про деревья тогда будет думать? Ну, получается, что про деревья, по идее, думать некому. Есть коммунальное предприятие Грузилинтрест. Но она просто как фирма работает по заказу. Да, они исполнители, они, конечно, высаживают там, где у них есть возможность, и потом вопрос становится с уходом за зелеными насаждениями, с поливом и так далее. На самом деле техники крайне мало. Поэтому, скажем так, ну, фактически речь идет о пропаганде. Вот такие заявления я хотел бы обратить внимание телезрителей, что, ну, это политика, да. Политик такого уровня не может так бездомно бросать слова на ветер, потому что они чреваты. Ну, вы помните, как Геннадий Леонидович говорил о фашистах, о противостоянии, о том, что есть другая сила. И после этого мы увидели, что начали избивать общественников. И тут, понятно, это как красная тряпка, как слово «фаст» для кого-то, да, дается. Вот в данном случае он дает месседжи своим службам, своим людям, в общем-то, которые как бы соответствующие должны реагировать. А неужели он не мог это сделать кулуарно? Зачем ему заявлять о всеуслышании? То есть он просто выказывает неуважение к вам, как, в принципе, представителям общественности? А это медийная работа. Вот ему кажется, что таким образом он повышает рейтинг свой, повышает рейтинг департамента. Хотя, по сути, если разобраться, то мне абсолютно понятно, что данный человек, ну, не разбирается он ни в показателях ПДК, ни в показателях загрязнений. Но это и не его работа, они для этого должны подчинять. Не его работа, да. Но я хочу сказать, что такими заявлениями, допустим, Геннадий Леонидович может заставить меня провести реальный контроль работ по восстановлению Аркадийского коллектора. Потому что те, скажем так, я не помню там по тендеру то ли 50 миллионов, то ли сколько, на самом деле все то, что происходит под землей, еще проще распилить, чем, понимаете, да, чем то, что происходит наверху. Поэтому, учитывая невозможность и нежелание, я не знаю, кто там заказчиком является, департамент управления капитального строительства, а мы помним, как они осуществляли контроль над ремонтом, реставрацией гигантской лестницы Потемкинской. То есть там как раз работы вообще не контролировались никак, пока мы не обратили на это внимание. Об ответственных, одно дело, допустим, управление капитального строительства, понятно, там ответственное лицо есть, он хотя бы человек, который говорит. Что он говорит, когда он говорит, когда отвечает, когда не отвечает, это уже второй вопрос. За деревья в Одессе есть кто-то, кто отвечает? Вот спилили, допустим, вы говорите, несколько тысяч деревьев, к примеру, часть убрал ураган. То есть даже несколько сотен деревьев, которые спилили преступными методами, без разрешительной документации за несколько лет, это тот показатель, за который же кто-то должен ответить. Кто у нас отвечает, чья голова должна полететь за деревья в Одессе? Но тут идет речь именно о тысячах и тысячах деревьев, именно спиленных, незаконно спиленных. И за это, конечно же, должна, ну, скажем так, вы понимаете, контроль над соблюдением природоохранного законодательства, он ложится и на правоохранительные органы, и на департаменты, на экологическую инспекцию. Но мы, я, допустим, столкнулся по каждому из случаев, я стараюсь писать заявление, конечно же, но, как правило, экологическая инспекция не может найти нарушителя. То есть я вижу, что это пилит ЖКС Фонтанский, вот, допустим, как происходило буквально неделю назад на лунный переулок у Галсигетской. Но это очевидно, у них проект благоустройства, да, и они просто взяли в середине периода вегетации полного, поспиливали эти тополя, оставив просто штурпаки. Это ужасно, это, так, это преступление, вот. Но я знаю, что инспекция не сможет установить, кто это сделал, потому что для этого необходимы свидетели, для этого необходима машина, для этого... Вот здесь фотография, вы же что-то фиксировали, этого недостаточно? Видите, получается, что у нас недостаточно, необходимо... То есть вы должны были применить физическую силу, собраться толпой, остановить, задержать, скрутить руки, а потом скажут, что виноват, это будет уголовщина, административку отбросить. Да, да, и такие случаи уже были. Как остановить группу деревьев? Вы знаете, ну, то, что мы делаем, на самом деле, немного останавливает, потому что мы фактически занимаемся просветительской работой, мы рассказываем людям о том, что экологическая безопасность города и страны, в общем-то, это одна из составляющих развития города и страны. Без экологии, к сожалению, невозможно развитие территории, потому что если взять концепцию устойчивого развития территории, она включает вот три составляющие. Экология одна из них, очень важная. Поэтому люди, которые уже понимают, что дерево создавало тень перед его окнами, а вот его тут пилят, и ему необходимо будет тут же взять и поставить, к примеру, два или три кондиционера, а кондиционеры, как правило, не все люди могут поставить, а во-вторых, это достаточно вредно иногда бывает. Если пожилые люди, к примеру, они будут болеть. Да сам факт, мы уже дожили до того, что мы детей должны вводить в зоопарк, чтобы они там видели едва ли не собаку или кошку, то есть скоро нам придется вывозить детей из-за горы, чтобы показывать им деревья, так получилось? Конечно, но я хочу сказать, что то, что происходит в Одессе сейчас, это инициируется именно мэрией, и такое впечатление... Так же как же, там же вроде целевую программу озеленения разговаривали. Да, целевая программа озеленения есть, но при ее анализе мы обратили внимание, что пункты прописаны очень неконкретно, и фактически за каждым из них просматривается распил денег. Так, посмотрите, целевая программа как раз и подразумевает полный план действия. На улице такое-то, такое-то, столько-то миллионов гривен, посадим столько-то деревьев. Там этого нет? Нету. А что есть целевая программа? Там этого нет, есть какое-то количество техники, которая будет закупаться. Сначала мы будем покупать технику, деревья будут потом. Да, и что касается, допустим, парков и скверов, сама концепция, сам подход, если телезрители не заметили, то Геннадий Леонидович многократно говорил о том, что парки, и в том числе Дендропарк Победы, это место, где не только отдыхают люди и растут деревья. И мы видим, что сейчас все парки у нас изменяются под проведение ярмарок и так далее. На арендной площади. Да, конечно. Все здесь живем, все все правильно. При этом хочу обратить внимание, и Геннадия Леонидовича в том числе, если он не знает, это незаконно. Более того, сейчас уже будет инициироваться расследование по этому вопросу, и там налицо отсутствие программы содержания и ухода за деревьями. И эта реконструкция, она не соответствует требованиям природоохранного законодательства, конкретно 38-я статья, она нарушает эту статью. Ну, заявление я уже написал, и мы будем выходить и требовать конкретно проекта, потому что, насколько я знаю, по Парку Победы этот проект только готовится. Хотя мы видим, что застройка парка уже полным ходом идет. А на самом деле это Дендропарк Победы, это то место, где должны поддерживаться культуры, культуры растений и так далее. Маленький лес в среде гор. Да, 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 это как ботанический сад. Это не луна-парк, не развлекательный парк, это именно маленький лес. Вот, и парк Шевченко, там на самом деле проект реконструкции и ухода принят, но по тому проекту никаких вот этих спортивных заведений больших он не предусматривал. Поэтому опять же желание... Стадион сносить Яну никто не будет, как бы одесситы не позволят. То есть парк Шевченко там уже очень тяжелая ситуация. Нет, не про стадион, не про стадион. Сейчас же там идет строительство, скейт-парк, да, вот этот. Вот как раз о нем идет речь. Молодежь, она, знаете ли, тоже когда-то вырастет и будет голосовать. Спасибо большое, что вы к нам сегодня пришли. Давайте подождем, чем же все эти административные, уголовные и так далее дела обернутся на деле. Простите за тавтологию. Будем ожидать, возможно, мэр как-то ретируется. То есть вы опять-таки заявляете то, что мэр сегодня жестоко так проколомбурил от звания вашей организации и сказал, а где же эта организация, вы это и инициировали то, с чего он пришел. То есть он ошибся. Очень сильно. Ну, меня это пугает. Вы знаете, когда мы говорим о проблемах, а потом город на этих проблемах просто деребанит, скажем, бюджетные деньги. Оскорбляет еще вас при этом. Да, при этом, ну, это как раз говорит о том, что он находится в виртуальной реальности и абсолютно не связан с происходящим. Потому что если бы он знал, он бы видел о всех информационных поводах и так далее, которые мы создавали для того, чтобы вот они сейчас пиарились на ремонте коллектора. Хотя, по сути, насколько я понимаю, ну, не все проблемы решатся ремонтом коллектора, потому что вопрос идет... Правильно сказали, все это подземление. Решится эта проблема, придумают другую, мы никогда не узнаем. Мы не сможем разрыть самостоятельно все Одессу, потому что если вам не разрешают посадить дерево, кто же нам разрешит спуститься и посмотреть, проконтролировать. Давайте тогда не будем, как говорится, до или после драки махать кулаками, посмотрим, что с этого выйдет. Вы прокомментировали выпад мэра, интересно теперь будет узнать его реакцию, если он вдруг все-таки посмотрит наш эфир. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Напомню, что сегодня у меня в гостях был активист движения «Зеленый лист», который сегодня во время аппаратного совещания оскорбил мэра Одессы, которого позовут Владислав Болинский, не мэра Одессы, а активиста. Спасибо большое, что вы к нам пришли, наше время. Меня зовут Игорь Хмур, оставайтесь с нами, дальше будет только интереснее.